Ученые и все, кто занимается исследованиями, 8 февраля отметили День российской науки. Эта историческая дата связана с учреждением по указу Петра I в нашей стране Академии наук. Все это время ученые открывают новые горизонты и проникают за границы возможного. В буквальном смысле это относится к НПО имени Лавочкина. Сегодня объединение является головным предприятием в аэрокосмической отрасли России по разработке непилотируемых станций для научных исследований космоса. А когда-то здесь начинали с разработки самолетов и экспериментальных истребителей. В День российской науки для гостей музея организовали экскурсию по страницам истории предприятия. В 1937 год здесь, на этой территории, образуется авиационный завод для того, чтобы выпускать самолеты ЛАГГ-3. Семен Алексеевич Лавочкин, имя которого выносит наше предприятие, и Лубков, и Горбунов, втроем создают самолет, который отличается от мировых аналогов тем, что у него скорость 600 км в час, при существующей тогда 400 км. В 1941 и 1942 годах ЛАГГ-3 был одним из самых массовых советских истребителей. Впоследствиях в стенах завода разработают экспериментальные истребители и зенитно-управляемые ракеты. В середине 60-х годов для предприятия наступит новая эра научных исследований. Здесь создадут космические системы связи, спутники, аппараты по исследованию планет. Один из них, Луна-16, стала первым автоматическим аппаратом, доставившим внеземное вещество советским ученым. И вот посмотрите, значит, манипулятор сверло опускает в грунт 2,5 метра. И видите, наматывается этот гибкий шланг, наматывается на стержень и помещается возвращаемый аппарат. Обратный полет занял три дня. В 60-х и 70-х на предприятии создают серию советских автоматических межпланетных станций для изучения Венеры и космического пространства. Сделаны первые в мире фотографии, переданные с поверхности другой планеты, измерили плотность грунта и содержание естественных радиоактивных элементов на Венере. Затем на предприятии созданы станции для исследования Марса и его спутников ОБОСа. Сегодня в стенах производственного объединения разработана стратегия по исследованию Луны автоматическими комплексами, которая включена в Федеральную космическую программу России на 2016-2025 годы. Уже запущен аппарат по изучению марсианской атмосферы. Создана серия уникальных межорбитальных космических буксиров «Фрегат». Сейчас они являются одними из самых надежных и перспективных средств выведения космических аппаратов в мире. С 2000 года осуществляются запуски с помощью этого разгонного блока. 89 запусков были осуществлены ракетоносителем «Союз». И, собственно, он работает и на космодроме Тайконур, и в Плесецке, и в Куру, и на Восточном. То есть это вот такой вот универсальный разгонный блок. Всех, кто сегодня посвящает свою жизнь освоению космоса и планет Солнечной системы, в торжественной обстановке поздравили с Днем Российской науки представители администрации города и депутаты. Ирина Ронина вручила благодарственное письмо Государственной Думы генеральному директору предприятия Владимиру Калмыкову за вклад в развитие науки и наращивание технологического потенциала страны. Чтобы никогда ваши программы не закрывались. Ваши программы приносили также результаты не только вам, но и всей страны. Себя, больших успехов, мы вами гордимся. Председатель Совета депутатов Александр Дринов, который сам отдал предприятию полжизни, вручил инженерам-конструкторам благодарственные письма за успехи в осуществлении проектных разработок в области ракетно-космической техники. Я имел счастье и честь работать здесь больше, чем 30 лет. Желаю вам ставить перед собой великие научные и производственные цели и, конечно, их реализовать. С праздником, наоборот, везем. Глава города Дмитрий Волошин вручил знаки отличия руководству предприятия за заслуги перед городским округом Химки и поздравил весь коллектив с праздником. Те достижения и те результаты, которые вы сегодня представили, они известны на весь мир. И они прославляют наш самим город любимый, далеко за пределами наших родных химок. Поэтому с праздником вас всех. Спасибо вам большое за то, что вы отдаёте свою жизнь, своё здоровье на благо этого предприятия, а мы все это высоко ценим. АПЛОДИСМЕНТЫ